Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Землетрясение. Эксклюзивные кадры японского апокалипсиса. Просто нагнулся, а у меня тречь на асфальте. Почему среди сотен погибших выжили именно эти двое? Каждый момент жизненно оценить. Почему одни доживают до старости? Мне мать говорила, тебя Бог с рук снял. А другие гибнут в расцвете сил. Кто знает, что человека ждет? Почему единственная в Красном море обхула людоед напала именно на эту женщину? Я не просто еду. У каждого человека есть своя судьба. Как выживают те, кому надеяться больше не на что? Если человек захочет жить, он будет жить. Уникальные кадры свершения чуда. Первые там шесть чагов самостоятельных. Невероятные истории чудесных спасений. Бог нас хранит и предупреждает, а мы не придаем значения этому. В тайнах судьбы разберется сама Анна Чапман. Всегда есть шанс на роковую случайность. Даже если внесли батут. Я раскрою все тайны. Что такое судьба? Землетрясение в Японии потрясло мир. Шокирующие кадры облетели всю планету. Взрывались заводы и предприятия. Казалось, от стихии спастись невозможно. За один день не стало около 10 тысяч человек. Те, кто уцелел, выжили чудом. Почему смерть выбирает одних, а удача других? Чем отличаются первые от вторых? И существуют ли избранные, которым везет больше, чем остальные? Русский менеджер Станислав Бабин оказался в самом эпицентре землетрясения в Японии. По законам физики он должен был погибнуть. Иначе, как чудом, его спасение не назовешь. И такие истории со Станиславом происходят постоянно. Станислав Бабин любит делать жене сюрпризы. На 8 марта он подарил ей поездку в Японию. Эти кадры сняты на домашнюю видеокамеру. Так начиналось их путешествие. А вот так закончилось. Землетрясение. Вообще, кошмар. Просто нагнулся, а у меня трещина в асфальте. И земля так расходится. Раз, 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 раз. Я сразу видеокамеру раз и снял этот момент. Станислав признается, он долго выбирал дату полета в Японию. С 16 по 19 марта Луна должна была находиться на слишком близком расстоянии от Земли. Всего в 355 тысячах километров. Это происходит раз в 20 лет и вызывает сильнейшие катаклизмы. Бабин читал об этом газете накануне вылета в Японию. Луна вызывает приливы, отливы. И писалось, что цунами, отливы, приливы, землетрясения. И вот доля секунд было такое у меня, что... А вдруг? Но Бабины не стали откладывать поездку. Ну, это же будет 16-го, 19-го. А мы это обратно билеты 12-го. Значит, мы успеем. Неделя отдыха промчалась незаметно. В последний день перед отлетом в Москву супруги пошли в Диснейленд. Особенно Бабинам понравился аттракцион «Вулкан» с имитацией землетрясения. Все происходящее русские туристы снимали на видеокамеру. Убегайся. Сама петли, там бурлит, кидает, там магма, все такое, землетрясение там трясет. Через 10 минут земля из-под ног начала уходить уже по-настоящему. Эти кадры сняты в самые первые секунды землетрясения. Вот он, тот самый толчок, который стал началом японского апокалипсиса. Вот, смотрите, фонарь еще качается. Правда, то, что это уже не шутка русские туристы поняли слишком поздно. Они еще не знают, Япония будет трясти несколько недель подряд. Цунами смоет в океан целые города. Взорвется японская атомная электростанция. И весь мир заговорит о радиоактивной катастрофе. Известный шансонье Михаил Шифутинский в Америке оказался в самом эпицентре землетрясения. Ощущения, которые ты испытываешь при землетрясении, они ни с чем не сравнимы. Мистика. Как раз накануне Михаил посмотрел голливудский блокбастер «Землетрясение». Ночью артист проснулся в своем доме в Лос-Анджелесе от сильного шума. Мне показалось, что в наш дом въехал, ну, какой-нибудь танк. Такой был удар. Потом я увидел подоконник, который развивался, как бумага. Землетрясение продолжалось меньше минуты. Певец утверждает, эти мгновения он запомнил на всю жизнь. Наверное, Бог нас хоронит и предупреждает, а мы не придаем значения этому. Вот, может быть, так. Что-то должно случиться. Смутное ожидание опасности накануне катастрофы посещает почти каждого. Возможно, интуиция встроена в сознание человека, как некий предохранитель. Ольга Марцинка вернулась из Египта калекой. Акула откусила ей руку. Женщина утверждает, она знала заранее. На этом курорте с ней должно было случиться нечто страшное. И раскаивается, что не прислушалась к внутреннему голосу, который ее предупреждал. Я ее не боюсь, эту акулу. Я никогда больше туда не войду, в море. Даже в речку нашу не войду уже, наверное. В конце ноября 2010 года Ольга Марцинка с дочкой Еленой поехала отдыхать в Египет. Домой она вернулась без левой руки. Теперь Ольга учится жить заново. Сражаюсь с луковицей, сражаюсь с мясом. В общем, с чем-то сражаюсь постоянно с чем-нибудь. Ольга с дочкой мечтали увидеть Красное море, кораллы, разноцветных рыбок. На первую в своей жизни путевку за границу копили деньги не один месяц. Какое же оно синее оказывается. Ну такое синее, я все время удивлялась. Я не могла никак поверить своим глазам, что такой цвет воды может существовать. Но отдых, который обещал быть незабываемым, обернулся кровавой драмой. Перед поездкой в Египет Ольге приснился странный сон. Я плыву в такой чистой воде, как в бассейн, как в ванной. И смотрю, что эта вода начинает окрашиваться в цвет крови. И я понимаю, что это моя кровь. В тот роковой день Ольга уже накупалась и собиралась идти на обед. Но дочь позвала маму сделать еще один заплыв. Я вот на спине. И я слышу, что моя рука прямо на эпитерня упирается во что-то шишавое. И я понимаю, что что-то ко мне подплыло большое из них. Это была акула. Все, что дальше происходило с Ольгой, напоминало фильм ужасов. А потом получилось так, что она меня схватила за руку. И вот эти три ряда зубов, которые сомкнулись у меня на руке, понимаете, нет пощады. Я для нее просто еда. Вот та самая акула. Ее поймали через две недели после нападения на Ольгу. Странное и нетипичное поведение, говорят биологи. Обычно акулы не нападают на людей. Вообще человек не заложен в природу акул как потенциальной жертвой. Нападение на человека – исключение из правил. Этого не должно было случиться. Когда она в нее упиралась рукой, она вскрикнула. А потом она ее сразу начала уже крыслить. Акула напала на Ольгу. У дочери на глазах. Я знала, что невозможно ей помочь. Если вот она доплывет до понта, он ее вытащит, тогда да. Доцент кафедры ихтеологии МГУ Кирилл Кузищев подтверждает – в этой ситуации спастись от акулы невозможно. Акулы могут, например, совершать вот такие вот движения, когда вся верхняя челюсть двигается относительно нижней. И таким образом они могут просто перепиливать крупные кости. Удивительно! Ольга не чувствовала ни боли, ни страха. Она даже не поняла, что у нее руки нет. Да, и она была, да, она видела это спасение. И вы знаете, это рефлекс. Она думала лишь о дочери, которая была где-то рядом. А Лена-то у меня в воде. У меня ребенок в воде. И я вот так вот пальцем вот так вот показывала в море. Сама голову сюда отвернула. Лена, Лена, уже нет сил говорить. Оторванная рука, рваные раны, бедер и ягодиц. Врачи говорят, Ольга родилась в рубашке. Оказаться под водой с такими ранами и выжить – это был один шанс на миллион. Оказаться в воде с поврежденной конечностью или с отсутствием этой самой конечности – это просто тяжело пережить. А Ольга говорит, главное, что акула первой заметила ее, а не дочь. И благодарит за эту судьбу. Я считаю это великим счастьем, что это оказалась я. Мой ребенок – цель. Почему невероятное событие, которое вообще не должно было произойти, случилось именно с Ольгой? Страшный пожар в деревне Верхняя Верья Нижегородской области уничтожил 341 дом. Погибло более полусотни человек. Около тысячи остались без крова. Огненный шторм за несколько секунд поглотил практически все поселение. Уцелело только одно жилище – Владимира Карпова. Деревянный сруб, расположенный в самом пекле, не сгорел. С научной точки зрения это невозможно. Огонь должен был поглотить все. Хозяин рассказывает невероятные вещи. Когда он увидел, что все вокруг пылает, как в аду, и уже попрощался с жизнью, ему помогли отстоять родные стены, неведомые существа. Владимир Карпов живет в Верхней Верее Нижегородской области всю свою жизнь. Но такого апокалипсиса, который случился прошлым летом, не видел даже в кино. Все до суда все сгорел. Еще недавно вдоль этой дороги стояли сотни домов. Сегодня от них остались одни воспоминания и обгоревшие деревья. Тут все, за 20 минут, все, деревня сгорела. Тут сгорела такой силой, такой был гул. Летом 2010 года полыхала вся Центральная Россия. Из-за аномальной жары леса вспыхивали, как спички. Это кадры того самого пожара в деревне Верхняя Верия. Никто не ждал, что это такая стихия разборка будет. Владимир Карпов, как сейчас помнит, это был настоящий огненный шторм. Смертоносная стихия. С металла на своем пути. Все. Меня кричат. Бежим, отец. Я говорю, поздно. Я говорю, мне терять нечего. И вы бегите. А я здесь не сгорю. В деревне Верхняя Верия сгорел 341 дом. 342-й Владимира Карпова остался нетронутым посреди пепелища. Пожарные объясняют этот удивительный факт просто. На краю деревни первый дом. Как раз мы за него взялись. Вот наше отделение этот дом отстояло. Но дед говорит, пожарный тут ни при чем. И шутит. Это потусторонняя сила помогла ему отстоять родные стены. Тебе тетя помогает. Я говорю, точно, летят. Я говорю, браточки, помогайте. Ну, что? Ладно, бой за ним. Я нисколько не вру. Владимир Карпов уверен, его спасли не просто так. Он избранный. Мне мать говорила, тебя Бог с рук снял. Я лучше ко мне чистлюсь. За вами придут, а за мной нет. Родиться в рубашке. Акушеры знают. У этой крылатой фразы буквальный смысл. Один на сто тысяч. Такова приблизительная статистика людей, появившихся на свет в неразорвавшемся околоплодном пузыре. Древние римляне считали, что такая сорочка помогала вести бизнес. В Англии в начале прошлого столетия ими даже торговали. Акушеры объясняют. На самом деле рождение в так называемой рубашке – это серьёзная патология. Это вообще акушерская проблема. Ребёнок должен рождаться совершенно свободно от плодных оболочек. Ребёнок, родившийся в неразорвавшейся плодной оболочке, рискует задохнуться в первые же минуты жизни. Родившись, он должен сделать первый вдох. И если оболочками закрыто лицо, он может просто задохнуться. И такие дети могут погибнуть. Откуда же пошло поверье, что именно родившийся в рубашке особенно удачливы в жизни? Ребёнок, родившийся в оболочке, но оставшийся в живых, считается таким безунчиком-счастливчиком. Вера в то, что родившимся в рубашке благосклонна судьба, не слабеет и в России. Особенно после анализа последствий теракта в аэропорту Домодедово. При силе взрывного устройства 7 килограммов тротила жертв могло быть намного больше. Почему одни погибли, а другие отделались царапинами или психологической травмой? Это взрыв в аэропорту Домодедово в январе 2011 года. Водитель Алексей Ермолин приехал в аэропорт встречать коллегу. Он видел, как умирали жертвы теракта. Они просто попадали, всё, и умерли. Всё, 20 человек умерли. Прямо здесь. Это 83-я клиническая больница. Сюда привозили раненых. Ну, люди, которые получили травму, они, наверное, счастливчики. Они родились в рубашке и чудом остались живы. Руководитель благотворительного фонда Сара Нежельская прилетела в Домодедово вместе с подругой из Германии. В тот день, 24 января, с самого утра у неё было тревожное предчувствие. У меня умерла сестра 24-го числа. Не люблю эту цель. Вот не люблю эту 24-го числа. Мне не нравится. Она очень боялась лететь. Я сказала, что это глупость. Подруги задержались у ленты выдачи багажа. Через несколько минут расстался громкий хлопок. Если бы мы увидели, что наши чемоданы валяются на земле, мы бы их взяли, вышли и взорвались. Специалист по юридической культуре Олег Медведев уверен, судьба не всем даёт шанс на спасение. У каждого человека есть своя судьба. Человек своими действиями может её или удлинить свою жизнь, или украдить. Видимо, человек недостаточно совершил зло, чтобы поделить. Далее в программе. Вообще я человек везучий. Но судьба не ко всем благосклонна. Как выжить в эпицентре землетрясения? Каждый момент жизни надо ценить. И не потерять бодрость духа в самой тяжёлой ситуации. Если человек захочет жить, он будет жить. Трагедии, которые нельзя предотвратить. Санька просто посмотрел мою историю, как будто попрощался. И уникальные кадры совершения чуда. Первые там шесть чагов там настоят. Невероятные истории чудесных спасений. Я раскрою все тайны. Что такое везение? Почему среди нас живут любимчики судьбы? Да и патологически невезучие люди. Примерно полпроцента населения Земли как будто притягивают к себе катастрофы и стихийные бедствия. За месяц в жизни таких людей происходит столько событий, что другим хватило бы на год. Братья Стругацкие любят сравнивать таких людей с гигантскими флуктуациями. На события, происходящие с ними, теория вероятности не распространяется. Историю, которую мы расскажем сейчас, невозможно вписать в рамки ни одной теории. Это съемки Станислава Бабина в японском Диснейленде. Вот когда дракон выплывет, сейчас слушайте. О, качает. Началось. Землетрясение. Вообще кошмар. Качается и кидает. О, да, да. Эти кадры обойдут весь мир. Через минуту начнется апокалипсис, который унесет жизни нескольких десятков тысяч человек. Землетрясение уже заняло четвертое-пятое место в рейтинге сильнейших землетрясений нашей планеты, произошедших с 1900 года. Цепились, ну вот что-то качать слишком. Слишком уже... Станислав и Светлана начали паниковать. И непонятно, что еще дальше будет, потому что толчки нет-нет, и колышек нет-нет. И просто идешь, и страница ноги начинает дрожать. Бабины начали понимать. Это самое настоящее землетрясение. Как быстро и как именно они выбрались из Диснейленда, уже не помнят. Волной цунами. Развлекательный центр смыло в океан прямо за их спинами. Вода осталась надвигаться, понимаете? На нас вода движется. И мы наверх поднялись, нас мужчины через перилы. Вообще туда затаскивали. Затаскивали. Оказавшись на эстакаде, Бабины вздохнули с облегчением. Они были уверены, самое страшное позади. Станислав и Светлана еще не знали, что это только начало стихийного бедствия. Вот так цунами стерло с лица земли японский городок Игаву. За несколько часов до катастрофы туда прилетели чемпионы России по фигурному катанию. Татьяна Волосожар и Максим Троиньков. Сбор должен был происходить в Игаве. Это город, который находится между Фукусимой и Токио. Российские фигуристы оказались в эпицентре сильнейшего катаклизма. Вы представьте только на минуту, что если они не успели бы оттуда уехать. Спортсменов спасла случайность. Начало землетрясения они застали в поезде. Переезжали на другую тренировочную площадку. Проснулся от того, что немного качает поезд. У меня мурашки по коже были. Город в буквальном смысле смыло с лица земли за их спинами. Они отъехали 35 там сколько минут. Уже. В рубашке поделись. Кто знает, что человека ждет. Пока в Японии бушевала природная стихия. В Москве дочь русских туристов Бабиных Евгения сходила с ума от неизвестности. У меня сестра звонит в панике. Давай быстрее приезжай. Тут что-то непонятное творится. У них не было связи. Они отправили по электронке письмо. Вот это письмо. В нем Бабины и другие туристы из России просят о помощи. Конечно, ужасно было это читать. Слова от родителей о том, что помогите нам, чем можете. Связи не было вообще. Не знали, что делать. В новостях каждый час сообщали о новых жертвах. О судьбе родителей дочь по-прежнему ничего не знала. Было опасно, что вообще нас оттуда не выезут. И как бы непонятно. Полковник Владимир Алимов. Военный летчик. Герой России. Ему не раз приходилось сталкиваться. Лицом к лицу со смертью. Человек, который много видел смертей. Много видел своих боевых товарищей. И как-то становится даже не то, что добрее, он становится человечней. Полковник побывал практически во всех горячих точках планеты. В 1986 году его, молодого летчика, отправили в Чернобыль. Он думал тушить пожар. А оказалось, ликвидировать последствия взрыва атомной электростанции. После первого же вылета боевого собрал нас доктор какой-то и сказал, дайте данные на родственников, на ваших, на жён, на детей. Вот потому что вы умрёте. Многие из коллег Алимова действительно не вернулись домой. Задача для лётчиков была самой опасной. Алимов сбрасывал ништи с песком в горящее жерло зядерного реактора. И второй Хиросимы не случилось. 1994 год. Очередная командировка. На этот раз в Чечню. Самый разгар конфликта. До сих пор многие сослуживцы гадают, что же именно помогало Алимову выходить из всех, даже самых опасных ситуаций живым. Многие думают, ему просто везёт. Но разве может везти всегда и во всём? Об удивительном спасении французской школьницы Бахи Бакари говорил Исмир. Лайнер, на котором летела девочка, упал прямо в Индийский океан. Погибли 152 человека. Живых осталась одна Бакари. Но она не умела плавать. Почти сутки девочка провела в холодной воде. Держась за обломок самолёта. Обнаружили её совершенно случайно. Невероятное спасение – это чудо или простое стечение обстоятельств. Эти кадры обошли весь мир. 13-летняя Бахья Бакари – единственная из выживших в результате авиакатастрофы. Ночь она провела в открытом океане, держась за обломок обшивки самолёта. А наутро стала знаменитой. История чудесного спасения россиянки Юлии Евдокименко не менее удивительна. Кажется, Юлия Евдокименко ничем не отличается от других людей. Но каждый шаг даётся ей с огромным трудом. Ещё летом 2010 года она неподвижно лежала в больнице. И не знала, сможет ли вообще ходить. С ноября я начала больше уже ходить. До этого больше 15-20 минут любого кошмара. Юля решила прыгнуть с парашютом. Мечта сбылась. Она в свободном полёте. И не сразу понимает. Парашют не раскрылся. Это кадры того самого прыжка. Снимает друг Юлии. Я руки оп назад, а там парашюта нет. Я взглянула с него, выдрала голову. Там у меня только рюкзак. Я поняла, значит что-то не так. Сразу надо дёргать кольцо запасного. Запасной парашют тоже не сработал. Юля просто падала на землю. С высоты 800 метров. Сразу мысли такие, ой, а что я достигаю в этой жизни, а это конец, а это будет больно, а это как, это долго, вообще как это произойдёт мгновенно. Даже врач-травматолог второй Тюменской областной больницы профессор Сергей Константинов был шокирован тем, что Юлия Евдокименко после падения жива. Такая высота, стопроцентная смерть. Трудно себе представить, что привезут и вообще привезут ли вообще в лечебное учреждение такого пострадавшего. Сергей Константинов признаётся, в его медицинской практике ещё не было подобных случаев. Это чудо. После падения с высоты 800 метров Юлия Евдокименко сломала всего лишь два позвонка. Ну, как ты поживаешь, Юля? Как твои дела? У меня всё хорошо, больше двигаюсь, на ОФК хожу, в бассейн. Юлия не хотела играть со смертью. Это была случайность. Но есть люди, которые добровольно рискуют жизнью. Пейс-джамперы. Они прыгают с парашютом, с различных высотных конструкций, с критичной высоты. И получают от этого удовольствие. Не так страшно? Блин! В прыжке обязательно должен быть драйв. Если сам прыжок осуществляется, как выйти из трамвая, и нет там какого-то всплеска, драйва, то это даже неинтересно. Бэс-джамперы занимаются люди определенной информацией. Те, кого в классической психологии называют суицидники. Те, кто почти сознательно идут на риск жизни. Певец Валерий Меладзе признаётся, в подростковом возрасте играл со смертью. С дуру. Я хотел попробовать, смогу ли я полежать под поездом, когда он будет идти. И хорошо, в то время взрослые люди были неравнодушны к тому, что делают дети. И взрослый человек какой-то меня за ухо вытащил. Валерий признаётся, глупостей такого рода совершил много, но каждый раз проносило. На мою человеческую глупость всё-таки есть кто-то там сверху, который мне не даёт эту глупость совершить. Прыжок с этой 30-метровой вышки под силу только самым опытным каскадёра. Этих людей судьба испытывает на прочность практически каждый день. В 1989 году во Франции два друга Антон Смекалкин и Александр Карин прыгали с точно такой же высоты. В результате Карин не поднимается с кровати уже 22 года. А Смекалкин продолжает выполнять сложнейшие трюки. Почему у людей, оказавшихся в одинаковых обстоятельствах, судьбы сложились совершенно по-разному? Это оставшийся за кулисами фрагмент сериала про сотрудников МЧС. Нештатная ситуация. Одно неосторожное движение. И машина может полностью уйти под лёд. Внутри актёры. Машина не доехала до места съёмок. Предполагалось, что в фильме именно на ней каскадёры вывезут из опасной зоны людей. Но неожиданно провалился лёд. Операцию по спасению пришлось проводить в реальных условиях и в режиме реального времени. Но ребята быстро сработали. Ребята, конечно, не роемы. Но, к сожалению, не буду говорить спасибо. Антон Смекалкин – профессиональный каскадёр. Он ставил трюки для многих популярных фильмов. В том числе для картины Фёдора Бондарчука «Девятая рота». Мы не рискуем очень редко. Только по одной причине. Потому что мы выполняем все требования техники безопасности. Каждый трюк отрабатывается сотни раз. Готов? Начинаем. Главное – прийти в неё плашня и спиной. Но Антон Смекалкин знает – даже самый простой прыжок может обернуться трагедией. Все мы судьбоносные. Смотреть на руку, а там линия заканчивается. А когда она закончится, никто не знает. Франция. 1989 год. Фестиваль каскадёров. После этого трюка Александр Карин не поднимается с постели уже 22 года. Перелом позвоночника. Он был самоуверен в себе. Уверен. И почему так произошло, никто не знает. Камера запечатлела гибель каскадёра Александра Морина. Смертельные кадры снимал его брат-близнец. Трагедия. Произошла на съёмках фильма «Албанец-2». Матрон его полностью опухнули. Или левый, или правый. Он просто опухнули от удара. Меня потом убрали, отодвинули. Боже, да! Давай, скорую! Я просто сам не понимал, что делали. И не мог ни заплакать, и не успел вообще ничего не оценить. По сюжету героя сбивает машина. Но фантазия сценариста стала страшной явью. Фильм какой-то проклятый. Мне вообще там один каскадер сказал, что там из этих фильмов, кто снимал этот фильм, семь человек вроде погибли. Сергей и Александр Морины – профессиональные каскадёры. В том трюке сбивать должны были Сергея. Но в последний момент постановщик трюков решил, что дублировать актёра «Дедюшка» будет Александр. Считаю до сих пор, что я виноват. То, что вот так. Но по идее должен был я. Трюк, из-за которого погиб каскадёр, вошёл в окончательную версию сериала. Уже потом выявили нарушение. Слишком тяжёлая машина, непроверенная трасса и водитель, нарушивший скоростной режим. Но Сергею Морину от этого не легче. Брата не вернуть. Угадать часто, за что человеку посылаются те или иные испытания, почему именно в данных условиях Богу было угодно, чтобы человек ушёл из этой жизни, или наоборот спасся в совершенно невозможных каких-то ситуациях. Вот это рационалистическое гадание, оно является бессмысленным совершенно. Любители острых ощущений знают. Страховка важнее даже самых незабываемых впечатлений. Вообще я человек везучий. Но сегодня о моей безопасности позаботятся опытные каскадёры. Несмотря на предвкушение полёта, я волнуюсь. Всегда есть шанс на роковую случайность, даже если внизу батут. Слава Богу, я приземлилась. Но судьба не ко всем благосклонна. Мы приближаемся к очень сложному участку. Вот этот ключевой участок стал изолитым домом. Видео из личного архива альпиниста Александра Абрамова. Новая Гвинея. Это пирамида Карстенс. Одна из самых высоких и опасных вершин в мире. Я решил прыгнуть где-то в полметра от тропы. Я туда прыгнул и с удивлением понял, что я резко провалился. Когда Александр понял, под ногами многокилометровая пустота. Было уже поздно. Он проваривался всё глубже и глубже. Свой тропический зонтик длиной около метра я воткнул в рюкзак. Рюкзак весь так загнулся. И зонтик лёг на другую часть. Он весь согнулся. Но тем не менее он задержал падение. Альпинист понял. У него всего несколько секунд на спасение. В любой момент зонт может не выдержать. И он полетит в пропасть. У меня уже только руки торчали на поверхности. Я там усиленно упирался ногами. Зонтик там меня как-то сдерживал. Подбежали наши носильщики, папуасы. За руки меня выдернули. Александр не верит высшей силы. Не прислушивается к суевериям. Но после таких спасений волей-неволей начинаешь задумываться. Почему ты остался в живых? Бог даёт нам шанс жить. И надо хорошо жить. И прожить это и хорошо, и полезно для людей. И интересно для себя. Любой опытный водитель скажет вам. Искусство вождения – ловкая комбинация рук, ног и глаз. Если я закрою глаза, врежусь в столб. Если я сниму ногу с педали газа или тормоза, сами знаете, что будет. А если уберу руки? Стоит ли тогда вообще садиться на водительское сидение? Чемпион параолимпийских игр Игорь Плотников уверен, что стоит. Он прекрасно справляется с управлением машины. Игорь, и что, часто такие ситуации бывают? Да. Водитель соседней машины явно в шоке. И что, сейчас он спрятался от вас? Да он от себя рукой мог. Шокиш. А вас что, это радует? Это забавляет. Игорь Плотников родился без рук. Большинство на его месте проклинали бы судьбу. Но он выбрал другой путь. Если человек захочет жить, он будет жить. На себе поблажек не дает. 40-87! Игорь – чемпион параолимпийских игр по плаванию. Он установил три мировых рекорда на соревнованиях людей с ограниченными возможностями. Это только с виду, кажется, все красиво, нарядно насчет соревнований, что выявил. А перед этим большая черновая работа проходит. Как говорится, через боль и огонь и к победе. Бывает буквально, в смысле, живешь чуть не в бассейне. Каждый день Игорь проплывает по 10 километров. И для него это не предел. Ведь он ездит хорошо на лошади, на мотоцикле. И вообще, там просто можно поразиться. Даже без рук Игорь Плотников плавает быстрее, чем обычные спортсмены. Иногда здоровые люди не могут добиться таких успехов, потому что у них нет такого настроя. Подруга Игоря, мастер спорта по плаванию Ирина Балахонова, вспоминает, они познакомились в бассейне. Думала, что руки у него есть. То есть я его в воде первый раз увидела. И подумала, что руки опущены просто. Потом он из воды стал выныривать, и рук не оказалось. И я вообще в шоке была. Она восхищается другом. Но на вопрос об их совместном будущем отвечает уклончиво. А замуж до него вышли бы? Ну, нет, наверное, скорее всего. От протезов Игорь сознательно отказался в подростковом возрасте. В 18 он уехал из родной деревни в Тюмень, подальше от родителей, чтобы быть самостоятельным во всем. С тех пор он живет один, никого и никогда не пускает к себе домой. И славится резким характером. Чем больше дольше просить, я сейчас просто развернусь и уйду. Слушается он только одного человека. Своего тренера. Я его слушаюсь, бывает как раз. Все, 11 завтра. После тренировки за руль автомобиля. Хотя прав у Игоря Плотникова нет. Медики справку не выдают. Не положено. По идее, да, гаишники, они нарушают правонарушение делать, потому что они меня отпускают. А куда деваться-то? Водить Игорь научился самостоятельно. Сначала пробовал на площадке, потом выбрался в город. А этой зимой даже на сборы сам отправился. За несколько дней накатал больше тысячи километров. Почему? Просто грамотно все подготовился. И съездили без происшествия. На сборах Игорь редко общается с неизвестными людьми. Привык к одиночеству. Но на вопрос о возможной женитьбе отвечает довольно неожиданно. А что я? Человек, что ли? Знаете, девушки тоже есть недуру. Они не смотрят, что есть те руки. Что женщине надо? Харизма, доверие, мужское внимание. История Игоря – это история спасения самого себя. И, возможно, он счастливее многих. Далее в программе. Как спастись от неминуемой гибели? Было опасно, что вообще нас оттуда не вывезут. Почему одни уходят из жизни, а другие остаются? Рядом со мной девушка лежала. Она пару слов просто со мной перекинулась. И она там же погибла. Уникальные кадры. Свершение чуда. Поставил меня. Бо весь мир поставил меня на ноги. Невероятные истории чудесных спасений. Смотрите сразу после рекламы. Я раскрою все тайны. Что такое судьба? Действительно ли в Небесной книге судеб заранее записан жизненный путь каждого из нас? И мы ничего не можем изменить? За год в России уходят из жизни более миллиона человек. Из них под колесами машин и в дорожных авариях гибнут до 40 тысяч. Почти столько же потеряла Япония во время самого страшного землетрясения за всю историю этой страны. При этом несчастный случай – одна из наиболее распространенных причин смерти. От трагедии не застрахован никто. Даже личности, рожденные под счастливой звездой. Менеджер Станислав Бабин уже не раз рисковал жизнью. Однажды он чуть не замерз на севере. Ездили на необжитое месторождение. Вот поехали на машине. И застряли, застряли, никуда было идти. Станиславу повезло. На него наткнулись местные жители, ханты. И довезли до города. Второй раз Станислав оказался на волоске от гибели уже в Африке. Я взял свою дочь. Потом, конечно, пожалел, когда мы попали в эту ситуацию. Когда вспоминаю ее слезы, крик там. Здравствуйте. Станислав с дочкой были на деловых переговорах, когда в офис ворвались вооруженные бандиты. Всех присутствующих взяли в заложники. И удерживали около суток. Печатки пальцев у нас брали, паспорта у нас сейчас забрали. И там автоматы все это на нас наставляли. Станиславу Бабину вновь повезло. Конфликт разрешился. Заложники были освобождены. И вот в Японии новый кошмар. Постоянно смотрели все новости, которые каким-либо образом касались Японии. Следили, телевизор, круглосуточная работа. Утром российских туристов отвезли в аэропорт. Еще сутки. Бабины промучились там. У некоторых были там пожелания написать транспарант, что мы заложники, курил. Почему он китайский борт улетает, американский улетает, англичане улетают, а наш россиян не хотят отправить. Почему? Наконец, они оказались в Москве. Увидев дочь, не смогли сдержать слез. Я звоню папе, и он говорит, приземлились. И вот тогда вот только прям вот камень с души. Меня как плотину прорвало, и я ей начала все рассказывать, что с нами происходило. Землетрясение в Японии унесло жизни нескольких десятков тысяч человек. Станислав Бабин понимает, что человек может быть и невластен над стихией, стечением обстоятельств и превратностями судьбы. Но столкнувшись с ними, выжив, начинаешь по-другому смотреть на этот мир. Это встряхивает, задумываешься, переоцениваешь жизнь, смысл жизни и так далее, и так далее. Понимаешь, что ты не зря живешь. И каждый момент жизни надо в цене. У жительницы Армении, восьмиклассницы Нелли Чарча, в 1988 году все сложилось далеко не так радостно. Она оказалась в эпицентре печально известного землетрясения в Спитаке. Почти сутки Нелли пролежала под развалинами школы. Когда ее вытащили, оказалось, что девушка парализована. Сейчас ей 37 лет. 22 года из них Нелли не могла ходить. 22 года казалось, что ее история несчастливая. Вплоть до сегодняшнего дня. Буквально сейчас у вас на глазах произойдет настоящее чудо. Нелли Чарчан верит в судьбу. Во время землетрясения в Армении погибло 25 тысяч человек. А ей повезло. Она выжила. Прямо над моей головой панели вот так вот отошли. И они меня увидели. Отец меня увидел. У меня первая ассоциация, что у меня вообще нет ниже пояса, вообще нет у меня ничего. Подземные толчки силой в 7 баллов уничтожили армянский город Спитак меньше, чем за минуту. Восьмиклассница Нелли в момент землетрясения была в школе. Рядом со мной девушка лежала. Она пару слов просто со мной перекинулась. И она там же погибла сразу. Вот рядом со мной погибла. Я ее видела. Я думала, как же легко умереть все-таки. И как, я тоже ждала этого, пока меня не вытащили. Радость от спасения сменилась отчаянием. Врачи заявили девушке, она никогда не сможет ходить. Я верю, что вот за какие-то грехи мои предки, может быть, за зло. В том страшном землетрясении Нелли похоронила почти всех своих родных. Двоюродные сестры погибли, братья двоюродные, там, внучатые племянники погибли. Дядя, там, тетя погибла. Очень много, да. Сама она уже 22 года прикована к инвалидному креслу. Лечилась во многих медицинских центрах, даже в Америке. Но надежды на выздоровление не было до сегодняшнего дня. Я никогда не говорю, когда кого буду ставить на ноги. Я вижу всегда по динамике, как работают пациенты. И я всегда намечаю определенную дату. Нелли Черчан. Лечится у известного врача Валентина Дикуля. Мы даем все-таки надежду тяжелым больным, которые действительно обречены никогда не ходить. Мы поднимаем, не всех можем, но многих поднимаем все-таки. История Валентина Дикуля удивительна. С детства он мечтал работать в цирке. В 15 лет исполнил свой первый и последний номер воздушной гимнастики. Лопнула стальная перекладина, которой крепилась страховка. Он упал с высоты четвертого этажа. Ну, молодой мальчик, все, и разбился. И сказали, что я ходить никогда не буду. То есть ваше будущее, конечно, коляска, даже не костыли. Но Валентин Дикуль поставил себя на ноги. Вернулся в цирк. Сегодня он помогает делать первые шаги своим пациентам. Колясочку садите. На коляску? А вы как раз сейчас поможете произойти? Не совсем. Просто я в ожидании. Нелли Черчан ждала этого дня долгих 22 года. Не торопись. И не нервничайся. Спокойненько, спокойненько. Мы сейчас постоим. Встать и не бояться – это самое сложное. Встали? Отталкивайся от меня. У меня каждая клеточка бросит. Валентин Дикуль волнуется не меньше самой Нелли. Всего одна секунда. И вот он первый шаг. Переходим мы на левую ногу. И правую в тяге. В тяге. Хорошо сделала шаг. Второй шаг оказывается сложнее первого. Давай. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Еще чуть-чуть, и Нелли уже идет. Ты шаг какой красивый. Смотри, ножку вперед, смотри. Видишь? Ну, умничка ты. Давай, садись. Эмоции сдержать невозможно. Сейчас видишь, что ты будешь ходить. И сразу звонок маме. Поставил меня. Во весь мир поставил меня на ноги. Тот чудо, которое вы видели только что. Результат знаний, кропотливой работы и огромных усилий. Врачей и самой Нелли. У нее бойцовский характер. Я думаю, что она победит. Директор НИИ имени Склифосовского Анзор Хубутя уверен. Чудо выздоровления прежде всего зависит от силы воли самого человека. Вы знаете, очень многое зависит от внутренней мобилизации человека. Как он себя мобилизирует, свой организм. И он быстрее выписывается. У Нелли Черчан есть воля и желание жить и ходить. После страшного землетрясения она сумела научиться радоваться каждому дню. Пела в хоре, общалась с друзьями. О чем мечтаю? Еще один раз на горы подняться, который я очень любила делать. Сделать пару шагов вот таких своих. Говорят, что судьба слепа. Я с этим не согласна. Просматривая историю чудесных спасений, уловишь себя на мысли, что этих людей оставили среди нас. С какой-то определенной целью. Они выживают в самых невероятных ситуациях. И это само по себе является доказательством. Чудеса случаются. Я, Анна Чапан, продолжаю исследовать непознанное. И мы увидимся с вами ровно через неделю на телеканале РЕН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова